Я приветствую всех любителей Лиги Легенд И сейчас я прокомментирую для вас третью игру финала IPL Это недавний турнир, где сражались довольно сильные команды Видите, что сейчас перед вами активно жестикулирует Фрик И Ревингтон Третий внимает его словам И так изредка кивает Да, да, правда, говоришь, мужик Сейчас начнется игра Меня очень радует, что, во-первых, отличное качество И, во-вторых, будет доступна табличка от Риода фирменная Со всякими деньгами, артефакты, чтобы сразу все были видны Ну, вы помните, на матчах Intel Extreme Masters Там даже, когда нажимают тап, надо напрячь свои глаза И пытаться разобраться, что там такое творится Видите, спонсоры, Риод Геймс, Mountain Dew Это хорошо, что Риод Геймс завелись дополнительными спонсорами Это он AMD И так далее Конь тоже что-то знакомый Они что-то в Старкрафте спонсируют Ладно, что-то они заболтались тут Да, да, да Ну, молодцы, ребята То есть, они еще и комментируют матчи И Фрик довольно уверен это делает Второго, к сожалению, не слышал Так, и мы видим, что сражается Epic Gaming Против команды Дигнитас И Epic Gaming, как вы знаете, сильная команда из Америки Дигнитас оттуда же И Epic'ам всегда не хватало чего-то для того, чтобы победить явных фаворитов американского континента Это TSM, Team Solomit и CLG Давно я для вас не комментировал И рад, что наконец-таки делаю это Был дома ремонт Он и сейчас продолжается Я познал, что такое настоящий хаос, блин, с этим делом Вот, и так как играют американцы Они у нас очень ценят свое время И поэтому пикают Зиллиана Повелителя этой субстанции Если это можно так назвать Так, прикольно, что расширено на весь экран То есть, видно сразу много героев Дигнитас сразу сейчас возьмут два героя Кстати, насчет банов Кагмав Кэтлин Райт Кагмав сейчас разрывает 7 лица То есть, раньше на него особо внимания не обращали Потому что раньше почему-то все фанатели от фаст модредов Сейчас научились Когу собирать AD-айтемы И у него получается гигантский гибрид-дамаг Кэтлин Кэтлин очень хороший лайнер Из-за невероятно большой дальности И контроля ловушками Все обстановки И Райс Райс, он нельзя сказать, что прямо сейчас так силен Но он сочетает в себе сразу и танк, и мага Здесь Сарака Йорик И третий непонятный банк Хеймер Хеймер, понятно, фан Йорик Йорик, Йорик Ну, Йорик хороший лайнер Особо ничего кроме этого не скажешь Вот А если говорить про пики То здесь у нас взяли Акали Тоже невероятно сильного героя По крайней мере в соло рангедах сейчас Ее берут Потому что Акали это сноубол герой Если дать ей 2 кила То ее уже фактически в соло рангеде не остановить В тим рангеде все попроще Но, тем не менее Хоть командная игра и может победить Акали Дигнита сделали на нее ставку Также Вейн Здесь взято Учитывая, что Кок и Кейтлин забанены Хорошо бы взять Вейн Потому что фактически что остается там Аша МФ Ну, не сверхсуперсильный РДД Здесь взят талон с Тариком Для того, чтобы Дигнитасом пришлось поднапрячься Что брать на саппорта Хотя еще осталось Сона, Жанна Они здесь решают, кого пикать Ну, это понятно, тролль Опа Нет, тролль все-таки, видимо, решает взять Тима Он повыпендрился там сургоном Со вторым РДД Ну, есть небольшая возможность взять Тима на топ Он обставит карту грибами Будет ими добивать раненых оппонентов Мешать им врываться Но все равно в замесах По сравнению с талоном Он будет носить намного меньше дамага Значит, будет менее полезным Поэтому, да Тролль Тима сменился настоящим троллем Или, возможно, Тима просто снял маску И за ней обнаружилась не очень ухоженная кожа Что сказать про Трангл Неплохой Джанглер Его сила в том, что неопытные игроки Начинают за ним бегать А догнать тролля фактически невозможно И поэтому часто Я уже говорил с этим в одном из сводов про это Часто вы размениваете по хп Кто-то бьет тролля А команда тролля фоксит кого-то другого И в итоге тролль начинает убегать За ним бежит кто-то здоровый И поэтому в вашей команде остается 4 здоровых парня А в команде врагов остается 1 инвалид и 3 здоровых Так, вот очень грамотный пик Вейн И поэтому здесь приходится брать эмэвку Эмэвка не так сильна То есть она наносит меньше точечного урона Чем Вейн Она слабее стоит на линии, чем Кейтлин У нее очень ситуативный ульт То есть к нему нужно Она, конечно, может отпушить там, запушить Но все равно к ней хорошо бы дополнение В виде Каунти Ауе Типа Мальфита Там, кого еще? Амуму Всяких атак Фактически ей ульт Можно будет сбить Вот, тролль также может стоять на топе Тролль неплохо гангает Благодаря камню Особенно если оппоненты вдруг не взяли флэш То есть там стоит, по-нибудь морда И морганы Причем ласт пиком Вот это сразу видно Америка Ласт пик морганы Если бы все происходило в Европе Так, ТСМ элемент тут Решил прорваться в эфир И показать себя Молодец Кстати, насчет элемента У нас на форуме Есть переведенный гайд От его Передай привет маме Комментаторы сначала подумали О, урод А потом думают Да, ладно Давайте превратим это в шутку И сказали, что он передал привет маме Так как он в телевизоре Так, все напикали Видим, что, да Иллисин один из последних пиков Вот оно различие Американской Вот оно Американское Американский лол Моей мечты То есть Те герои, которые в Европе Берутся в первую очередь Здесь Не пользуются такой популярностью Зато Зиллиан Это мечта Что сказать про Зиллиана Ну он герой И сильный До лейта То есть Вначале две бомбочки Очень противные Потом В процессе еще В середине игры Двумя бомбочками Тоже много хп Можно снести Хорош он также На великом стоянии На меде Это я называю Когда 10 или там 8 героев стоят на меде И никто ничего сделать не может Это еще из доты пришло А там может быть еще Из АОС старых карт К Варкрафту То есть Герои не могут Башня является настолько сильным Сильной частью команды Что ее Ее осаждать никто не может Но тем не менее Если кто-то уйдет с меда То вражеская команда Мид пропушит И поэтому Зиллиан Ускорит себя Кинет двойную бомбочку И на ускорение убежит И это очень больно И Еще и противно То есть ты стоишь с бомбочкой Еще потом кто-то Если еще в процессе этого Напасть То кто-то бомбочку Принесет к врагу Ну то есть Если Тут надо обязательно Этого чувака Как прокаженного Отодвинуть Что типа А нафиг нам не нужно И вот я пользуюсь Одним из преимуществ ввода Это возможность Перемотать дальше Вместо того Чтобы Ну любители фрика Могут сейчас остановить И наслаждаться его лицом А я наверное Все таки начну игру И вот видите Отличнейшее качество И мега таблички Супер таблички Мы видим что Килы сверху показаны Количество золота У каждой из команд Которые естественно Одинаково Начальное вознаграждение Фактически Идет время Потихонечку Меняются Всякие спонсоры Вот целых два Два специальных окошка Для спонсоров Вот сразу видно Что Riot Games Компания заточенная Частично под получение денег То есть В их интерфейсе Специальные два окошка Для того Чтобы крутить Всяких спонсоров То есть Если в Warcraft В Starcraft И других там играх Специально куда-то Что-то суют Так Элемент Все таки хочет Прорваться в телевизор Его чат сдвинули Поэтому Так вот Если в Warcraft В Starcraft Там закрывают Части интерфейсов И так далее Здесь вот Специально видите Специальные окошки Для спонсоров И я думаю У них там есть место Куда ты вставляешь Либо Flash Либо GIF Молодцы Что я могу сказать Потому что Естественно Riot Если из своего кармана Выложат 5 миллионов На следующий сезон То они Действительно Обанкротятся Когда там Со следующего года По-моему Начинаются эти турниры Где в сумме Будут разыграно 5 миллионов Или с конца этого Точно не помню Сейчас мы посмотрим Смогут ли Epic Gaming Особенно Учитывая Что они дерутся Не с ЦЛГ Всякими ТСМ Своими Вечными Оппонентами А с Диггенсами Достичь первенства Хоть В каком-нибудь Турнире У них Они даже успели Обзавестись Своими фанатами Тролль Которому Надеюсь Придумают Придумают Хоть Какие-то Симпатичные Скины Потому что Мне пока Не очень нравится Решают Брать У нас Синий Баф Лисин И очень Очень Аккуратный Лисин Надо сказать То есть Несмотря на то Что на него Повесили броню Он кстати Сразу Использовал Смайт Он не берет Не Сапог И три бутылки И не Доранс Блейд Два варианта Отличных для Лисина Потому что Этот герой Джанглит Очень легко Особенно с бомбой Зиллиана И Ему надо брать Именно артефакты Для того Чтобы Либо быстрее Джанглить И больше наносить Дамага на гангах Либо для мобильности Но почему-то Этот Лисин Игнорирует Ботинки Вот что я говорил Про бомбы На линии А Моргана Отвечает Лужей Которая Антипушит Еще одна Бомбочка Но Зиллиан Немножечко Постоял на луже Поэтому Тоже ранен Если смотреть На затары Стандартные Доранс Блейды У Стандартный Доранс Блейд Точнее У МФ И сапог И бутылки У Вейн У Вейн Дальность Чуть меньше Бутылки Позволит Ерегениться Потому что Хилсон И сейчас Невероятно Слаб Ну Тарик Тоже У нас Нельзя сказать Что Если она Встретится Лицом К лицу С МФ То она Ее Разрежет На ленточки Просто Так Здесь Талон Гонит Акали Очень Похожи Эти герои Они Оба С бурст Уроном Оба Могут Догнать Свою цель Легко Оба Фактически Сноубол Герои То есть Что я говорил Про Акали То актуально И для Талона И Единственное Их Различие Что Талон Фактически А кстати Оба С инвизом Специфичным Но Талон Это Фис урон Акали Это Маг То есть Кстати Интересная Тема Надо Как-нибудь Попробовать Если Вы Тащите Если Вы Действительно Верите В свой Скилл И Хотите Тащить Соло Ранкиды Наверное Вот Акали Плюс Талона Можно Попробовать То есть Топ Плюс Мид До Ранкиды Я Это Не Пробовал Но Неплохо То есть Микс Урон Из 2 Сноубол Героя Если Вы Задоминируете Своей Линии То Что Бы Не Творилось Внизу Вы Все Равно Победите Я Уверен Это Так Будет 90% Матчей Потому Что И Талон И Акали Потом Будут Бегать Прыгать И Разрывать Лица Единственное Раз Кстати На Моей Команде Сделали Пентакил Было Это Талона И Дурачки Это У него Стат За Талона 18-1 Может он Успел Насливать Но Вот В этом Сезоне У него Стат Именно Такой То есть 18 Побед Играет Он В основном Солранкет 18 Побед Одно Поражение За Талона По Моему Неплохо Вот Талон Уже Сходил На Базу Купил Себе Доранс Блейд И Он Думает Что Вдруг Я Морганута Отвечает Ему Лужей Гонит Все еще Талон Акали То есть Он Пушит Пушит Он Сильнее Чем Акали И Поэтому Позволил Себе Отойти На Базу Пока Креп И Под Башней У него Есть Некоторое Количество Времени Аккуратный Зилиан Так Как Моргана Постоянно Отвечает Ему Лужей Он Стоит Недалеко От Своей Башни Поэтому Нагануть Его Невозможно Также Пушит Мф Также Пушит Талон То есть Лисин Вообще Особо Никого Не Загангать Это Плохо Потому Что Лисин Герой Заточенный На Ганге Злойте Какой Нибудь Там Удер Или Мумия Конечно В тысячу Раз Полезнее Чем Эти Герои Чем Лисин Тот же Трандл В принципе Трандл Дамаг Ну Трандл Свою Ультой Очень Сильно Полезен То есть Он Позволяет Зафокусить Кого То Даже Кто Рекомендует В один На Один Брать Петлю Ксс Против Трандла Сильный Ульт Кстати Ультом Ульт Может Вас Не раз Спасти В замесах Когда Вот Даже Например На вас Игнает Кинули Или Когда Вас Просто Сейчас Добьют Выкидайте Ульт И он Регенит Вам Какое Количество ХП Это Очень Приятно И Наконец Трандл Понял Талант Пушит К тому же Он тоже Герой На Т Конкурент И пошел Гангать А Кали Правда Как-то Действует Очень Аккуратно Кривой Камень Непонятно Я Просто Негодую Как Любитель Трандла Потому что За него Я Сыграл Не один Десяток Игр Все равно Меньше Меньше Пятидесяти Наверное Но все равно Камни За этого героя Очень люблю Ставить Особенно Демотивирующий Камень На фонтан В конце Игры Так И Акали Сейчас Делает Вызывающий Телепорт Ну во первых Она на базе Ни разу Не была Насколько я понимаю Да Использовала Все баночки Трандл Как-то Загангал Криво И поэтому Отправилась На базу Шестого Уровня Уже Так И Акали Хочет купить Себе Спелл Вамп Закупается Еще Вардами Моргана Уже Отогнала Зилиона Потому что У нее Фулл Мана И Этат Одну Бомбу Она Может Заигнорить Щитом И Ультануть В Зилиона Развести Его на флеш Либо на свой Ульт Кстати Что там Соотношение Манны У ульта Моргана И у Зилиона Вроде как У Зилиона Дороже У Зилиона Очень дорогой По мане Ульт Насколько я знаю Так Лисин Вообще Не гангает Потому что Ребята Усиленно Пушат И Поэтому Ну то есть Моргана Там Моргана Отпушивает Ровно Настолько Насколько Зилион Своими Бомбочками Тамажит Вот Поэтому Лисин Сейчас Направляет Конечно В сторону Меда Помигали Талант Также Тут Хотят Втроем Изничтожить Моргана ФБ Еще Не было Но Сразу Видно Решающая Игра Финала Все Очень Аккуратно 10 И Ребята Двинулись Дракона То есть Отогнали Моргану Аккали Бежит Как Может Но Очень Далеко Трандал Нет Возможности Засмайтить Вот Это Тимплей То есть В какой-то Момент Вы решаете Двинуться На дракона Сейчас Спокойно Будет Смайт И Еще Можно Подраться Уходят Они Через Низ Прыгает В толпу Талант Продамаживает Вейн И Это значит Что У ребят Уже Нет Желания Преследовать Их Потому Что Главный Дамагер Сейчас Ничего Сделать Не Может Но Нижняя Команда Несмотря На то Что Так Больно Ударили Вейн Ди Прогоняет Талан Считают На Кале Моргана Снижает Замедление От Экзоста Здесь Решает Талан Ворваться Моргана Но Это Неправильное Решение Никак Он ее Не Убьет Лисин Что-то Неправильно Выбирает Цель И В итоге Вынужден Ультовать Никого Не Убив Странные Действия От Талана То есть Отличный Тимплей Но Отличный Скилл Как-то Подводит То есть Там Было Понятно Что Ему Никак Не Убить Потому Что У него Мало МДФ А Там Невероятно Сильные Бурсты От Акали Зилиан Видит Акали И Сейчас Будет Добивать Ее Бомбами Встал Вместо Ее Предполагаемого Отступления Врывается Акали В Зилиана И Сейчас Конечно Бомба Скорее всего Пробьет щит И убьет Акали Нет Лол Так Мало ХП Остается Зилиан Естественно Себя Ультанул Спасается Но Акали Повезло Самсунг Здесь В спонсорах Молодец Самсунг Что я могу Сказать Сильные Телефончики Бедная Моя Нокия Уже Загибается Многие Не слышат Что я владелец Компании Телефончик У меня Такой Они уже Они слишком Привержены Своим Традициям Вот Трандл Пока стоит На топе Пока Акали Путешествовал Счет 0-1 И по золоту Все равно У нас Нижняя команда Впереди А все Благодаря Замечательно Взятому Дракону То есть Взяли И матч Броском Все двинулись Тогда Когда Трандл Ушел на базу Если Вражеский Джанглер Свалил На базу А вы В пятерок Собрались У дракона 95% Что вы его Заберете А здесь Мфка Отпушивает Линию Потому что Ей надо На базу 0 маны И есть Видимо Какие-то Средства Так А здесь Не посмотреть Да Текущий Голд Текущий Голд Текущий Голд Где Че Ну ладно А Это Крипы Ё-моё Че-то Я подтормаживаю Бывает Ремонт Убивает Мой мозг Так 63 Крипа Мы видим У Морганы Это Лучше А нет У Мфки Больше всего 72 Так Как у неё Дальность Атаки Больше К тому же Татарик Тоже Хороший Саппорт Зилиан Специально Подводит Крипов Говорит Встаньте Дети Встаньте Вкруг Так Акали Уже Бурстами Дает О себе Знать Талну Че У Тална С Мдефом У Тална 54 Мдеф Это Мало Бурсты Акали Конечно Его Больно Бьют У Акали Самой Много Мдефа То есть Возможно Он предполагал Ну точнее Иногда Он стоит Акали На миде Как в старые Добрые времена Эскали Убили на мид Акали Отправлять Потому что На топе Мдеф Вам пригодится Разве что Против Варвика Против Другой Акали Если вы В нормале Пытается Даблшотами Моргана Что-то сделать Талон Боится Врубает Он первый Спелл И Типа Бежит На Акали Та подумала Ё-моё Наверное Ганг Варда Здесь от Акали Не наблюдается По крайней мере По миникарте И Лисин Сейчас попытается Гангать Как про То есть Не просто Гангать А гангать Как про Через кусты А даже не через кусты В наглую Просто Покажите нам топ Алло Алло Давайте топ Все-таки Ну нет Мы видим Зилиан Кидает будильник В крипа Нет Здесь Сразу сверху Врыв То есть Использует Ульт У нас Лисин После того Как повесил Метку И вслед за Выкинутой Акали Сам летит Ульт Наносит Много урона Но иногда Может спасти Поэтому Хорошо бы Когда вы кидаете Ульт Чтобы на враге Была метка Если что Вы полетите На него с ноги И выбейте ему Мозг К сожалению Мы не видели Как Акали Пробежала Так долго Потому что Ее Таун Развел на купол И У нее Не было возможности Морочить Мозг В куполе Так Здесь Видим Что изничтожает Вейн Она еще не в ту сторону Очень Очень рано Вейн Начала байтить Своих оппонентов Вы видите То есть Моргана Еще даже близко Не подходила А Вейн Уже ворвалась Вот это беда Но Моргана Все таки Остается Сильным героем В тимфайтах 5 на 5 Конечно Зилиан воскресит Одного из героев Но Моргана Наносит так много урона Своим ультом И так хорошо Всех станет К тому же Очень больная лужа И отличный щит Который будет Кидаться на Вейн И та будет Либо на Акали И те будут Фактически Неубиваемыми Какое-то время Благодаря Лайфсилу Испыл вам Соответственно Так Ну Очень грамотный был Ганг От Лисина На Акали А ну к тому же Плевать Все равно Насчет купола Потому что Лисин просветит Акали в куполе Но с другой стороны Пока Лисин не дошел Акали может Чуть поморочить мозг Своим куполом Вот У Акали Есть пыл вам Есть ботинки На Тенасити То есть Не нравится ей Сайланс От Талона Слоу От его ножей И так далее Ну и Готовится она К выходу В большой мир Где ее будет Замедлять Ильян Станет Тарик И так далее Так 15 и 3000 голды Против 13 и 8 На полтора Косаря своих оппонентов Обгоняет нижняя команда Это не так важно Мы видим Что Трандл На фонарь Купил себе Части для Сапог Здесь прячется Акали в куполе Для того Чтобы не было возможности Лисину кинуть метку Точно И здесь Талант Запушивает Правда На топ идет Моргана Моргана Отличный гангер Вообще В идеале Моргане надо К 6 левелу Запушить все Лужи И пойти путешествовать Потому что От Морганы 6 левела Спастись Фактически Нереально Главное Хорошо подойти Так Здесь Моргана Подходит Сейчас вы видите Сейчас Опа Опа Понятно Ну Смотря на эту игру Можно Понять Одну из нескольких вещей Ну то есть Понятно что происходит Одна из нескольких вещей Либо американцы Очень нервничают Либо у них Высокий пинг Либо Просто они Играют хуже Чем в Европе Потому что У нас Соло ранг В виде 1500 ла Моргана Гангает лучше То есть Не кидает Так сразу На шару Ульт Против оппонента С флэшом То есть Почему я сказал Уйти от Морганы Очень сложно Потому что Хорошая Моргана Загонит Водень там В кусте И ровно станет Попадет бандинга Когда она Неожиданно Выйдет Из Под этого Ну Неожиданно Выйдет с меда Скорее всего Варда Еще даже там Никакого не будет То есть Она может Спокойно подойти И кинуть Бандинг А потом уже Пока оппонент Начнет микрить Туда сюда ходить Она бежит На него напрямую И поэтому Фактически Вплотную к нему И даже флэш Не позволит Ему разорвать Связь ульта Потому что Моргана бежит Райт кликом На оппонента А тот виляет Пытаясь уйти От бандинга И даже бандингом Если вы не попадете Так видите Что здесь Поймали Мфку И поэтому Она всеми силами Пытается отпушить Минус зиллиан И поэтому Он не кинет Свой сильный ульт Но с другой стороны Очень больно Продамажил всех дракон Акали отходит Но сложно будет Ребятам без зиллиана Нет маны у Морганы Это значит Что она просто крип Все таки убивает Ну умрет здесь Вейн Но убивает Мфку Фулл хп талан Это значит Что сейчас Минус Морганы Еще будет Нет у нее Хватило маны на щит Сона здесь ускоряет Дракона Так и не забрали Ой Не зиллиана Убили Что то я вообще Ошибся Убили Транла Да Понятно Драконов Так и не забрали Если вы посмотрите На ману То ману Тална И у зиллиана Вообще нет А значит И нет возможности Продолжать сражение Акали же от мана Не зависит Как вы знаете Лисин умер 103 крипа У зиллиана Вот поэтому Если вы играете Нормалы То настоятельно Рекомендую вам Поиграть за Морган В ранкидах Вам ее взять не дадут Конечно Потому что Ее постоянно сейчас банят Ну если вы играете На Америке Видите То здесь Моргана Не считается Таким опасным героем Но это просто Практически 100% гангер Так как дракона Никто не забрал Никто из команд Не расходится По лайнам А все сразу Подходят к нему Потому что Если один из героев Уйдет далеко Без телепорта То Сразу же Дракон Будет забрал Кстати Зря я Видимо Стебалтал На с кдр ботинками Этот парень берет Именно Кдр То есть У него В сумме 25% Сейчас Начинает Отводить Дракона Дигнитос Нет Все таки Забивает Что-то делать Пытается Видимо Спровоцировать Эпиков Чтобы те Напали Врывается Трандл Ему очень больно Раздали по лицу Он ультанул Отличный ульт от соны Врывается Акали Сейчас она Возможно Убьет Талан Но Талан Успевает Ультануть Спрятаться Трандл Очень сильно Ранен Пригвоздили У нас здесь Зилиона На Узилиона То есть Ульт Скорее всего Да Узилиона Есть Ульт Он Отфлешивается Почему-то Не стали Добивать Не стали Ультовать И рисковать Соответственно Так Здесь Что Бомбочку Он повесил На Вейн Ее Отхиляли Все Лоу ХП По моему Стоило бы Талану Быть Чуть посмелее Потом На него Ультануть Его воскресить И снова Продолжать Драться А так Не использовали Они свое Преимущество А Морган Это без Ульты То есть Можно было Продолжать Сражение По моему Мнению Хотя Мало Манны Узилиона Но Дигнета В свою очередь Дракона Также Не забирают В плане Тимплей Американцы Молодцы Что я могу Сказать Дивидуальный Скилл По моему Мнению По отношению К сильным Европейцам Хромает Нормально Здесь Постреляла Мфка Отгоняет Они Но Синебаф Смайт Все-таки Трандл Молодец Он Является Счастливым Обылателем Смайта Зато Лисин Смайт Сохранил Но Нафиг Ему Смайт Сейчас Нужен Два Варда Сразу Одновременно В кустах Надо Сказать Видимо Одному Варду Они Не верят Или Хотят Все Видеть Двумя Глазами Так Снова Ультанул Таун Отходит Почему-то Но На нем Уль Дилиона Что ж Очень плохо Для нижней команды Если бы не это То они бы Уже всех Здесь Изничтожили Так как Акали Сделала Бурст Она убила Там Кого-то И Соответственно Здесь остается Только Нижняя линия То есть Тарика МФ Непонятно Мне Чего Таун Так Боится Умирать Когда Зилион В команде То есть Еще к тому же На него Ульт Накинули Перехвалил Я их Тимплей Одним словом Здесь Морган Еще неплохо Побьет Башню Вместе С крипами Также Пушатся Вверх И все Очень плохо Для команды Epic Gaming Потому что У них Пушатся Две стороны А надо Подходить Дракон Дракон Еще не Забран В принципе Я считаю Можно было бы Даже отдать Дракона Забрав За это Две стороны Например Двое Бегут на топ Трое На мид Трое Ломают Мид Учитывая Что там Есть Варту Дракона Они Видят Когда К ним Будут Приближаться То есть Трое Быстренько Ломают Мид Двое Ломают Топ Вы получаете 300 голды На всю команду Вместо 190 По моему Неплохой Размен И учитывая Что вы получаете Дополнительный Мэп контроль И учитывая Что Дигнетас Смело Особого Дракона Врваться Не буду То есть Видите Какое-то Время Прошло Но они Все-таки Дерутся Дерутся За дракона Но дракона Забирает У нас Спокойно Команда Дигнетас Снова Ультует Талан Как-то Кривовато Ультует Уходит Моргана Спокойно Отсюда В итоге Они теряют Розового Тарика Видимо Гомофоб У нас Команда Дигнетас Зафокусили Тарика В первую очередь Ускорен Здесь Лисин Но Эпик Гейминги Такое чувство Что не понимают Сами Чего хотят То есть Вроде как Драться Догонять Они Побоялись Так Что там У Морганы Поэтому У Морганы Все Очень грамотно Прошу вас Обратить внимание На Зотар Морганы Да Вот Именно Сейчас Вы можете На него Посмотреть У Морганы Там Два Доранс Ринга И Бронька То есть Я не Фан А вот Слева Вы можете Смотреть И Ботинок Во-первых Во-первых Мощный Ботинок То есть Не обязательно Ей брать Бот На Пенетру Она Очень Сильный Герой Если Ей Позволить Ультануть В пятерых То Замес Будет Фактически Выигран И Главное Поэтому Для нее Выживаемость Поэтому Ботинки На Пенетру Это конечно Хорошо Если Вы убиваете На линии Отлично Гангаете Но Здесь Ей Не позволили Естественно Кильнуть На линии Потому что Хай Уровень Игра И Она Не смогла За гангой Топ По своей Вине То есть Я пытаюсь Еще Эту мысль До вас Довести Когда Моргана Бежит За кем То Тот Должен Вилять Уклоняясь От бандингов Если Он Будет Ити По прямой В него Кидайте Бандинг Убивайте Поэтому Он Виляет Туда Сюда А Моргана Бежит На него Напрямую И В итоге Когда Она Оказывается С ним Вплотную Вот И Когда Даже Возможно Впереди Его В Эт В сторону Флэша Когда Он Флэшивается Моргана Прыгает Тут За Ним И Все Таки Ульт Ее Срабатывает И Он Оказывается Застаненным Здесь У нас Моргана Собирает Часы Вот Насчет Часов Я Не Фанат Этого Арта Потому Что Он Не Позволяет Этой Самой Моргане В зависи Маневрировать То Он 100% Позволит Ею Льтануть Но Не Позволит Держать Связь С Это Большие Бонусы Для Выживаемости И Вообще Просто Супер Артефакт То Есть Альтернатива Быстрая Шляпа Я Не Вижу Здесь Никаких Плюсов Потому Что АП От Айтем Айтема За 1600 Вы Получите Не Сильно Больше Чем От Ро Сразу Там 80 Вместо 60 Но Потом И то В процессе Разница Минимизируется Но Вы Получите Большое Количество ХП И так Далее От Ро Вот Насчет Фрозенхарта Для Моргана Это Опять Таки Пошло От Разрекламированного Мною Во многих Водах Шурша То Есть Он Очень Хорошо Играет Морган И почти Не Проигрывает Солран Киды Ну Сейчас Ее Не Взять Хотя Сейчас Уже Попроще Акали Кок Лисин Иногда Моргана Можно Пикнуть Вот Когда Он Морган Он Редко Очень Сливает И Берет Он Именно Фрозенхард То Это Кдр Возможность Чаще Кидать Байндинги Делать Лужи И Считоваться Так же Потому Что Обычно Морганы Не Собирают Кдр И Под Них Подстраиваются И Ждут Когда Ждать Следующего Щита Щит Действует Очень Недолго И Поэтому Так Здесь Попытка Гангнуть Акали По эпикам Понятно Что Они Не Очень Соображают Что Им Делать Вроде Как Пришли Втроем Гангать Что У Тарика Есть Станы Есть Оракул Флэш Стан И Все Убили Так Нет Он Что Пошел Вниз Ломать Вар Потом Еще Куда Пошел Убили Акали Забрали 100% Таварку Но Из-за Такой Нерешительности И Из-за Того Что Они Сами Акали Понятно Жива Правда Пушит Зилиан Закидывает Строение Будильниками Представляете Если К вашему Дому Придет Мужик Какой Будет Кидаться Методично Так Медленно Медленно Кидаться Будильниками Врыв Под Таварку Ультует Сона Отпрыгивает Назад Лисина За башню Они Отдают Лисина А возможно Кого-то Еще Если У нас Страндл Наконец Будет Кидать Крутые Камни А Наверное Он на Камень Не кинул Врыв Атакали Бурсты Камень Который Не позволяет Талан Уйти Талан Понимает Что ему Не спастись Поэтому Он Пытается Драться Его Тут же Воскрешает Успешно Подошедший Зилиан Но Ульт От Морганы Который Станет Всех Не спасается У нас Вейн Также Умрет Здесь Трандл Вот что Я говорил Про Зилиана На среднем Этапе Игры То есть Он Воскрешает Талана И позволяет Тому же Два раза Фактически 6 на 5 Замес Очень вовремя Он подошел Но и Моргана Тоже Сделала Ветер Если бы Не ее Сильный Ульт Продолжает Отгнать Моргана Но Уже Спасительная Таверка Близко Замедляет Правда Мф И Моргана Решает Отфлешиться Был у нее Все таки Флеш Получается Что Отдали 15 ульт А такая Ульт От Морганы Будет Намного Больнее Сейчас Акали Соберет Часы Кстати Акали После Хигстэча Сразу же Берет Гвардиан Ангел Очень Хороший Выбор Потому что Во первых Акали Все не любят И постоянно Фокусят Ну Союзники Любят Чаще всего Враги Не очень Во вторых Там У Акали Очень Быстрый Спел Очень много Спел Вамп Лайфстила И прочей Фигни То есть Она очень быстро Восстанавливает Свои жизни И чем больше У вас Визистов Тем жизни Фактически Дороже Кстати Ну что там Посмотрим Что У этой У Мфки У нее Дождик На минимум А нет Дождик На 4 Кстати Дождик На 4 У нее Даблап Всего лишь На 2 Походу Я не очень Разбираюсь В картинках Второй Спел У нее Это ускорение Атаки Да Даблап Она Не фанатеет От даблапа Видимо Странно То есть Про Максила Дождик Интересный выбор Обычно Все таки Макси Даблап Для того Чтобы Харасить На линии Дождик На 1 Для замедления Вот И то есть Акали Получается Сможет В одном Ключевом Замесе Жить Дважды То есть Это замена Ульту Зилиана Снова Тарик Ходит Как-то Очень И очень Неосторожно Поэтому Умирает Здесь Тарик Умирает Моргана А так как Жив дракон Ну Мф Умирает Но Мф Воскрешает У нас Зилиан Очень Много Бурста Талан Опять держится В стороне То есть Он Фактически Там Били Мф А Талан Убежал Забив На Мф У него Все таки Довольно Много ХП Особенно По отношению К той же Мф Очень Осторожный Не будем Его обижать Поэтому Назовем Осторожным Очень Осторожный Талан Учитывая Что тот Замес Нельзя было Ни в коем случае Проигрывать И Выживет Талан После этого Замеса Или умрет Разницы Особо Нет Потому Что Если Они Выиграют Замес Они Получают Дракона Если Замес Будет Равным Дракона Не получает Никто А Если Уже Умирает Мф Или Син То Жив Талан Или Нет Разницы Никакой Ну Вы Сами Понимаете Мид Сможет Отпушить Один Зилиан Двумя Бомбочками Потому Здесь Все Раненые Маломанны Особенно Ну Вот Видите Одна Бомбочка А Даже Вторую Не Будет Кидать Вот То Есть Жизнь Талана Была Вообще Не Критична И Надо Было Рискнуть Для Команды Ну 300 Голды Врага Ну Че Такого И Итог К тому Ж Может Был Зафокусить Сейчас Он Ультует Прыгнет На Вейн Нет Нет Был У него Прыжка Поэтому Вейн Спасается И Урон От Клинков От Ульта Прошел Зря Нет Ярко Выраженного Танка Сейчас У нижней Команды То есть Талант Чисто АД Очень Много У него АД Но Учитывая То Что Он В замесе Не дерется А убегает Постоянно СО Топпер Это Неправильно Уже По деньгам Впереди У нас Команда Дигнет Молодцы Они Что Я могу Сказать Талант Все таки Забирает Башню Наш Смелый Талант Так Если Посмотреть На Трандла То У него Всякие Дешевые Арты На ХП То Есть Там Камень На КДР Покажите Нам Общие Деньги Пожалуйста Я буду Признателен Товарищ Фрик Ломается Здесь Также Башня Акали Пушит Еще И топ Акали Сейчас Купит Гварды Замесу Который Сейчас Состоится И который Решит Кто же Заберет Барона У Акали Будут Гварды Хочу Чтобы Вы обратили На это Внимание Видите Что Прыгает Наперед Сразу Зили Моргана А Зилиан На себя Еще Ультанул Лол Что Это Такое Был Народ Нормал Гейм Что Непонятно Никто За ним Не побежал Зилиан Прекрасно Видел Что За ним Бежит Только Сумасшедшая Моргана И в итоге Сейчас К важному Замесу У Зилиана Нету Ульты Вот Этот Поворот Скажет Извини Талант И не Сможет Нанести Гигантский Урон Дважды Прости Друг Это Бред Ну Сейчас Конечно Барон Забираться Не будет Но Можно Затрапать Неплохо Хотя Акали Вон Ушла Отпушивать К счастью Для Команды Эпик Гейминг Пушатся У них Низ От Них Точнее Вот Сейчас Как раз Таки Акали Собрала Гварды И к Важному Замесу Который Ожидается В ближайшее Время Они У нее Будут И если Хотя Бо Там Два Три Героя Выживут То еще Будет Забран Барон Так То Обычно Что Замес Разменялись Чуть Здесь Еще И Победитель Срывает Джекпот В размере Одного Барона Рублей Да Их Или нет На каждом Шагу Фактически Есть Так Марган У нас Часами Хп У нее Немного Зато Есть Часы То есть Она Врывается И Вейн Стреляет Потому Что Под Выстрелами Вейн Ты Особо Не Поманеврируешь Это Конечно Плюс Часов Но Если Резюмировать Там Часы Или Не Часы Часы Хорошо Когда У вас Есть Очень Больный Точечный Дамагер Который Не Позволяет Врагам Убегать И Когда У вас Согласованная Команда Показали Сейчас У нас От Глаз Эпиков То есть Они Не Видят Что Здесь Происходит Дигнитасы Провоцируют Их На Врыв Провоцируют Может Отойдете Все Так Ну То есть Они Не Больно Получали Что Получали То Отличило Сона И Врыв У нас Здесь От Лисина К сожалению Не Вижу Его Затар Но Там ХП Какой-то Есть Вармок Отличный Ульт От МФ Но Сфокусили Здесь У нас Кого-то Но Его Уже Воскресили Талан Сфокусили И Воскресили Зиллиан Куда-то Врывается В центр Акали Также Была Воскрешена Своими Гвардами И Сейчас Правда Акали Тут же Зиллиан Куда-то Очень Далеко Ушел Его За Это Убили Очень Мало ХП Увейна На Валах Отходят В нее Один раз Ударила МФ Но Как вы Знаете Это Все-таки Не Игнайт И Троляка Просто Всех Дубинкой Расфигачил Очень Мало ХП Увейна Тем Не Менее Сейчас Они Заберут Барона Вот Этот Поворот Не Бейте Вард Забейте Бейте Лицо Барону Четыре Героя Выжили Сейчас Будет Лужа От Морганы Танкует Тролль Вместе Сон И Они Все Стали Очень Близко Для Того Чтобы Как Только Один Хоть Чуть Отошел Барон Сразу Переключился На Другого Как Вы Знаете Барон Бьет Самую Ближнюю Цель И Когда Все Стоят К Нему Вплотную То У Других Есть Шанс Легко Спастись Танковать До Выжила Вейн Ну И Очень Быстро Умер Талан Несмотря На Воскрешение Зилена Все Равно Особо Пользы От Этого Не Был Трандал Также Покупает Корону То Есть Очень Много Дамага Смотрим 217 Урона Утал Тогда Еще Бладфестер Был Настакан То Был Например Он От Аегиса Отошел Количество Атаки Увеньшилось Но Очень Больный Он Быстро Но Ульт Атмф Был Конечно Отличный То Есть Его Не Сбили И Где-то На Три Четверти Он Вошел Во Всю Команду И Это Очень Хорошо Так Вейн Отходит На Базу Ну Что Я Могу Сказать Барон Здесь Барон Есть Барон Казал Бо Капитан Очевидность Я Его Цитирую В данный Момент Так Но Зато У Акали Нет Гвардов Но У Четверых Из Команды Есть Барон Акали Без Барона Без Барон Хотя Для Акали Барон Для Любого Гибрида Барон Конечно Это Круто Акали Почти Со Шляпой То Выживаемость От Гвардов У нее Есть И Здесь Лужа На Зилия На Зилия Более Менее Отпушивает Бомбами Лучше Наверное Крипов Здесь Убивать Дракона Ну Все Уже Игра Постепенно Точнее Победа Уходит От Команды Эпик Гейминг Потому Что Они Потеряли Нить Игры Все Очень Хорошо Сделали У нас Дигнет Дигнет Просто Меньше Ошибаются Ошибается Много Обе Команды Для Профессиональных Матчей Но Дигнет Совершает Меньше Ошибок И Просматриваются Конечно Такие Клевые Задумки У ребят Ну То есть Они Продумывают Свой Затар К Каким То Этапом Игры То есть Не Просто О Прикольно Гварды Говорят Клевый Айтем Для Акали А вот Именно К нужному Замесу Были Собраны Гварды Так То На дистанции Гварды Не Так Не Такой Круто Айтем Потому Что Очень Дорогой Рецепт Фактически За Одно Воскрешение Если Вас Один Раз Поймают И Где То Убьют Дважды То Фактически Вы Зря Потратили Деньги Там Конечно Много Резистов Но Это Невероятно Дорогой Артефакт Ну Очень Дорогой Рецепт Что Я могу Скать На эти Деньги 25 Атаки Можно Купить На деньги Рецепта Так Здесь Ставится Вард Но Его Тут Убивает С Вообще Никак То Есть Если Вы Играете За Отстающую Команду И У вас Анивия То Противники Никак Вас Не Пробьют Они Вроде Как В Плюсе Они Вроде Как Сильнее В Открытом Поле Они Даже Барона Может Быть Забрали Но Просто Не Блин Еще раз Покажите Так Давайте Я Назад Отмотаю Насчет Ой Касперский Иди Нафиг Врод Насчет Текущего Золота Ну Оп Смотрим 148 Мобов 8000 Нафармлен У Таунна У Синтов На первом месте По деньгам Зиллиан А не На первом месте По деньгам МФК Она Молодец Так МФК 223 Моба Да Молодец 9700 Здесь Уже У Акали 11000 Мышку Уберите С Морганы Моргана Мышка Не убрали Гады Я говорю Уберите Мышку С Морганы Эх Какие они Нехорошие Вот Смотрим Что 9800 Чуть отстает По деньгам Вейн За небольшого Терпежа На линии Но Благодаря Оборону В общем-то Ребята В плюсе По деньгам Уже На 7000 Несмотря на то Что они отставали В начале Ну давайте Продолжим Просматривать Матч У Таунна Вообще Нет ничего На выживаемость Единственное Его надежда На То чтобы выжить Это Ульзилиана Но вы видели Что Таунна Убивает Быстренько Два раза То есть Один Бурстокали Два выстрела Там Четыре выстрела Не знаю Там Матвейн И уже Таунна Нет Это конечно Не дело Учитывая Что он Что он Не Рейндж Кэрри Если РДД Типа Кэтлин Например Покупает Себе Чисто Атаку Без Всякой Выживаемости Издалека Там Расстреливают Дальность Не очень Большая Ставит Еще Под себя Ловушку Чтобы Если Кто-то В вас Ворвался Тут же Застанился Так 9700 У Моргана Перефармливает А на зелен Ну Морган Очень Хороший Фармер Очень Просто И Фармить Если Вы Научитесь Попадать Байнер Вы Сможете Тащить Игру Ну Что Я И Сказал Про Хороший Ганги Топа Просто На Шестом Левеле Главное Что Вы Не Теряете Мобов Потому Что Моргана Очень Больно Пушит Лужей Очень Хорошо Пушит Вот То То Вы Доведете Мобов До Башни Оппонента И Пойдете Убивать Топ Можно Еще Пару Раз Пугануть Ребят Очень Хорошая Такая Вещь Называется Она Проверка На Лень Вы На Четвертом Левеле Когда Вы Гангать В принципе Не Собираетесь Отпушили Ленью И пошли В сторону Топа Парень На Меде Враг Написал Мисс Кэр И так далее Бегите Кто Только Может А Моргана Просто Зашла Потом На Пятом Левеле Еще Сходила А Потом Уже Третий Раз Просто В Падло Будет Писать Мисс Чтобы Подумать Ну Блин Моргана Не знаю Может В кустах Там Ее парень Ждет Ой На пробел Нажал Избытка Эмоций Вот А Тут Можно Так Проверять Это Для Соло Ранки Скорее Скорее В Тимранке Где-то Понятно Ну И На Турнире Тем более Так Здесь Ускорили МФ Для того Чтобы Она Кинула Хороший Дождь Но Она Не знала Что Ее Ускорит И Поэтому Кинула Кривой Дождик И Снарядов Врывается Талом Толпу Отфлешивается Ультует Прячется Но Варту Сона Сейчас Возможно Он все Спасется Да Но Перед Замесом Он Будет Без ХП Странный Ульт От МФ Учитывая Что Там Очень Широкая Площадь И Враги Спокойно Разбежались Почти Не получив Никакого Урона Да Талон Уже Без ХП Без Ульты И Также Еще МФ Слил Свою Ульт Зачем Не Очень Хорошо Правда У Талона Хотя Ульт Очень Быстро Откдешивается С его Кдр Не Знаю Талон Надо Было Хотя Быть Ботинки На Тенасити Либо Додж Ботинки Против Троля Против Вейн Кстати Если Вы Играете Не Хайл Ранки Додж Ботинки Очень Часто Бывает Что Команды Оппонентов Несколько Адэшников Например Три Адэшника Бывает Что Общие Четыре Такое Тоже Встречается Вот Таких Моментов Конечно Обязательно Надо Брать Додж Ботинки Потому Что И К тому же Очень Сильный Додж Как раз Против Людей С уроном Потому Что С Додж Ботинками Ну Вот Если Вы Например Возьмете На Топе К примеру Додж Ботинки И фонарь То У вас Будет 120 Армора А Если У вас И Руна На Армор То Все Будет Замечательно То Есть Так Как Сейчас Многие Адэшники Любят Пинетру Либо Собирает Не заботит Его Уживаемость Он Почувствовал Си Оранж Керри И Покупает Второй Бэф Сворд Это Очень Жесткий Улын И Надежда На То Что Видеть Его Не Можно Сказать Саппорт Хоть Он И Наносит Большой Урон Хоть Он И Фармился В Джунглях Но Трандл Главное Отогнать Оппонентов От Рейнш Керри Вцепиться Вражеского Рейнджа И так Далее И Дигнитос Снова Подходит Барону Настучали Они По Барону Провоцируют Они Эпиков На Драку Так Как Впереди Трандл Который Использует Шурель Ставит Опять Кривой Камень Ёшкин Кот Из Шурелей Но Талан Умирает Быстрее Чем Я не знаю Что происходит Он не успевает Неси никакого урона И сразу же После Талана Умирает МФ Сейчас Еще Снова Талана Забьют Где Талан Непонятно Показывают Нам Лисина Талана Убили И Вообще Минус Все Остается Один Зилиан Который Убивает На хосте И Теперь У нас Клево Блин Была Тестовая Картинка Но К сожалению Очень быстро Пробала Прикольно В тему Видимо Ее Заказал Кто Из Epic Геймингов Но Сказал Поставить Пораньше Чтобы Не Видели Талана Убили Просто За Бурст Учитывая Что Бурстеров Особо Нет То Нет Какого Бренда Который Бо Еще Больше Дамага Нанес Ну То По площади А не По одиночной Цели Быстрого Как у Бренд Но Бренд Тоже По площади Дамаж Но Очень Быстро Вливает Дамаг Вот И Минус Барон Минус Сторона Вторую Можно Еще Нанизу Таврку Забрать Я Разрешаю Пока Они Будут В панике Туда Сюда Бегать Можно Забрать Ту Баш Можно Не Забирать Можно Взять Дракона Кто Кто Бежал Наниз Кто Дракон А Не Таврку Нанизу Забрать Нельзя Очень Сильно Все Пушатся Танковать Они Не Хотят Можно Так Слить Да Это Лишний Риск Тем более Стоит Дракон Забрали Красный Баф Оставили Ящериц И Пока Этих Ящериц Не Заберут Красный Баф Не Начнется Отчет По Резу Красного Бафа Очень Хороший Затар Трандл То есть Это Аегис Шурелия Два Артефакта Для Саппортов И Довольно Много У него В сумме ХП Поэтому Эффективно Атмо Но И Как Любая Броня В Плюс Так Как Он Купил Основные Такие Арты Он Позволил Чаще Походить С Оракулом Потому Что Оракул Тут Очень Важен И Определяет Позицию С Вечно КДР Она Купила Интересная Тема Уже Отрегенились Гварды Еще В прошлом Замесе У Акали Это Значит Что Нет Фактически Никаких Шансов У Эпиков Очень Непонятный Талант Двойной прыжок От Акали Врываются Они Куда-то Куда Они Врываются А Это Гонят Акали Я Уже Настолько Расслабился Что Не Замечаю Очевидных Событий То есть Там Очень Много Гуманны Потратил Зилиан Для того Чтобы Кинуть Одну Бомбу В Акали Акали Сейчас С 1 3 Спыла Либо С 1 И удара Все Отрегенит Да Все Надо Отходить Регенится Конечно Же Эпики Сдаваться Не будут Они Чемпионы Они Должны Тащить Но Уже Очевидно Что Шансов Выиграть У них Нет Никаких Есть Отличная Моргана Зилиан Уже Фактически Бесполезен Соло Топ Ложится В секунду И Все Общение Очень Хорошо Вармог Даже Не собирал Еще Не Дособирал Еще Алисин Понятно Что Нет И Атмы След За Этим Да Нет Вармога Нет Атмы Атма Очень Хороша После Таких Атмов На ХП Дает Очень Много Атаки Ну Вы Знаете Что С 3000 ХП Атма Дает 60 Атаки Также Гварды У нас Купила Вейн Для того Чтобы Дважды Жить В важном Замесе Она Понимает Один Удачно Проведенный Замес И Минус Все Здесь У нас Минус Лисин Все Таки У него Была Возможность Спастись Щитом Но он Решил И не Воспользоваться Врывает Также В толпу Талон Воскрешается С гвардов У нас Вейн И И Использует Часики В наглые Морганы Минус Все Минус Башня Размен В ноль Под Тавером Вот Это Скилл Что я могу Сказать Это Сила Три Варда Поставила Здесь Сону Сразу Это Все равно Что в Старкрафте Победный Мол И Сдались У нас Эпики Вот Такой Вот Матч Серия Ошибок Капитан Нам 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 Прикольная Картинка Стандартная Лоловская Несколько Ошибок От Команды Эпик Гейминг Невнятный Затар Замерз Этот Фрик Неясный Затар От Тална Вообще Непонятный Учитывая Что линию Он доминировал Был Также Отличный Ганг На Акали Хороший Тайминг Дракона Но Талон Сначала Играл Очень Трусливо То есть Когда Отсутствие Айтемов На ХП При Наличии Ульта Зелена Фактически Не были Отрицательным Фактором Никаким Он Играл Очень Трусливо А потом Он Купил Чисто АД То есть Почувствовал Себя Кейтлин Какой Нибудь Отличная Игра От Трандл Да и В принципе Трандл Хороший Герой Учитывая Что Я Мужик Я не Должен Мерзнуть Учитывая Что Он Всегда Наносит Какой Урон Так Он Ворует Дамаг С первого Скилла Он Ворует Резисты Сульта То есть Ему Особо Артефакты Не Нужны И так Он Берет Аегис Так Он Берет Шурель Две Шурель На Команду Это Постоянное Ускорение Очень Сильные Артефакты Вот Сон Может Купить Сполам Книжку И дать Дополнительную Ауру Акали С Морган И это Очень Круто Потому Что Акали Не Может Себе Позволить Эту Книжку Ей надо Брать Ганблей Для того Чтобы Лучше Выщелкивать Точечную Цель А потом Уже Вы видели Она Взяла Гварды Ну и Морган Также Хороша Это Сполам Книжка Не так Конечно Сильна Она Для нее Как Для Какого Бренда Например Но Все равно Тоже Плюс Вы Нажимаете Кнопочку R И Хиляетесь Спасивки И Лужа Если Хорошо Лужу За месяц Поставить Вы Тоже Будете Хорошо Хиляться Ну что Я могу Сказать Пока Меня Радует Игра Европейцев По Отношению К Америке Вот Единственное Что Отличало Сейчас Команду Epic Gaming От Таких Не знаю Мидскил Команд Это Отличный Тайминг Дракона То есть Хорошее Понимание Того Что Надо С ним Делать Но Н Количество Тренировок И Любая Команда Тоже Это Осилит Вот Ну Дигнетис Играли Просто Лучше После Этой Игры Эпиком Надо Произвести Разбор Полетов Понять Что И как Понять Почему Они Украли Тег У Другой Американской Команды Evil Genius Вот И Я думаю Так же Они Будут Тащить Такой Вот Интересный Матч Если Я Это Уже Не Говорил Вот Ну А Кстати Еще Хочу Акцентировать Внимание На Разница Вот Все Таки В героях Нашей Американской Школы То есть Зилен У них Пользуется Невероятной Популярностью Это Кстати Непонятно Учитывая Что Они Не Так Агрессивно Играют Все Таки Морганов Лейти Это Пополезнее Намного Вот Ну И Что Я могу Сказать Заходите Почаще На GameZ Смотрите Стримы Монки Играйте Вместе С Ним Часто Он Проводит Гигантский Раздел С Онлайн Играми Там Будут И Браузерные И Клиентские И Флэш Игры Будем Вас С ними Знакомить Потому Что Есть Сейчас Стали Локализовываться Много Корейских Игр Сейчас Наши Более Менее Что То Вроде Как Научились Делать Ну И Во Флэш К Всегда Приятно Погонять Завтра В пятницу В 6 Часов Будет Печетный Хаос Если Совсем Уж Меня Не Задолбает Ремонтом То Приходите Обсудим С вами Все Последние События За неделю Расскажу Про Свежие Новости И Отвечу На Все Ваши Вопросы Про Легу Легенд Либо Другие Игры В которых Разбираюсь То есть Starcraft Warcraft Diablo И Прочие Дота Там И так Далее Всем Счастливо До новых Встреч С вами Был Вадим Также Известный Под ником Advaka House